всем привет сегодня мы сделаем еще одно небольшое погружение спринг и поговорим о жизненном цикле бину и так вот сейчас перед вашими глазами скажем так список список методов их очередность через которые проходит у вас любой мин здесь можно выделить 5 5 больших этапов первый это инициализация и заполнение заполнение property то есть инжекция вашей депенденции джексон происходит тех полей тех зависимостей которые вы указали затем идут некие avr и avr интерфейсы которые обычно но их редко реализуют затем идет идет у вас некие некий некие методы инициализации это был у вас третий третий шаг да четвертый шаг это сама работа и пятый шаг это предострой ну и шестой шаг это грубо говоря смерть сама и можно уж не выделять отдельно окей вы можете скажем так в каждый вот в каждый вот этот этап влезть влезть руками и сделать некие скажем так хирургические вмешательства то есть настроить более точно более скажем так то что вам нужно конкретно от вашего приложения то есть подготовить бин так как вам надо как этого можно добиться вот эту вот группу скажем так и инициализации и дострой принципе можно связать что она обычно и происходит потому что скажем так когда это обычно используется это к вам нужен какой-нибудь ресурс вы его берете а потом освобождаете этого можно добиться следующим способом например 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 с помощью аннотации пост констракт и предостроить то есть вы создаете какие-то методы а потом просто и помечаете второй способ это опять олдскульный олдскульный это у нас метод метод xml то есть вы создаете методы а потом просто просто берете и вот как мы вот создавая бин через xml да и метод и вот метод и потом просто пишите метод название методов третий способ вы можете реализовать спринговские интерфейсы и нишелайзинг бин и диспособл бин и соответствующие методы вам нужно будет реализовать то есть скажем это была первая группа первая группа которая вы можете который вы можете сделать некое вмешательство и вторая группа это а в интерфейсы и как мы увидим даже обр это фейсов по специфик бейхей а то есть некое специфичное били и поведение которое вот реально вам нужно разбирать я пожалуй вот каждый вот этот интерфейс особого смысла не вижу потому что это реально зависит от того от того что вам нужно того что вам нужно то есть ссылку я оставлю можете здесь почитать можете официальную документацию почитать то есть это поможет вам настроить настроить более тонкое поведение так что вот так что вот вот такие дела то есть можно еще раз повторить то есть идет какая-то индиве инициализация то есть первая конструктор потом устанавливаются пропорти через сеттеры затем методы avr потом методы инициализации который мы можем достигнуть тремя способами то есть xml аннотациями или интерфейсом спринговский потом сама жизнь скажем так и затем некие предостроенные вещи которые также могут тремя тремя способами быть достигнутыми и сама смерть вот собственно все вот собственно все что я хотел сегодня сказать то есть если вам нужно 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 как-то более тонко настроить теперь вы по крайней мере знаете куда копать все это дело куда смотреть пожалуй на этом все силу next time